здравствуйте мои зрители сегодня я хотела бы с вами поговорить по поводу того как я вижу картинки вот тоже мне многие как бы пишут в комментариях хотят чтобы я как бы посмотрела просмотрела ситуацию я некоторым просматриваю ситуацию конечно но где-то написала свою электронадрес я с ним пока временно убрала может потом еще поставлю но я скажу так что как бы это ответ вот людям которые обращаются чтобы я просмотрела ситуацию я отвечу почему я вот так стараюсь как-то убрала пока свой этот самый электронадрес потому что понимаете я во первых работаю если бы я не работала и занималась именно конкретно вот как бы гаданиями предсказаниями помощь людям людям да я помогаю рассматривать ситуацию но стараюсь как-то вот больше близким потому что вы должны понять что это расход энергии мало то что расход энергии это как бы время затрачивается определенная у меня все таки семья и на семью нужно время и на работу нужно время отдохнуть и рассмотреть ситуацию и скажем так не всегда могут люди даже не то что там благодарна вот как вам объяснить стараясь даже энергии затрачивается на то что вот я мне приходит картинка и я начинаю как бы объяснять человеку а вот там человек живет своем мире закрытым и тяжело скажем так вот донести информацию вот чтобы вот он понял вот и человек потом этот период если бы сразу человек понимал как вот что начинаешь ему говорить вот и не сразу у человека срабатывает вот что это вообще может быть вот ассоциация с чем-то вот этот вот туда ассоциация с чем с чем он может как бы сравнить и на это же он получает ответ понимаете потому что картинка приходит понятно мне я ее говорю а человек должен вспомнить вот такую ситуацию или кто-то человек например приходит пришла пример будущее приводить моменты которые у меня как бы уже были с клиентами а вот там обратилась например вот женщина у нее там проблемы с ребенком и как бы очень просила чтобы посмотреть я посмотрела конечно вот ну не сразу то был обратный ответ конечно но все равно не сразу то срабатывается ассоциация вот мне пришла картинка почему ребенок у нее там вот заболела девочка еще то маленькая и из-за картинка что ну к примеру там значит виноват в этом мужчина вот он так то одет вот у него то то в руке вот как то он как типа как не в трезвом состоянии понимать я не описала картинку он виновен в том что то произошло и это как вот испуг вот ребенок хоть и но он маленький вот именно что то маленький и а не умея говорить он просто все вот от этого человека он получил испуг и с ним произошло вот эта ситуация и врачи на это повлиять не могут понимать а врачи лечат тело а тут получается на на физическом плане одно а это на ментальном плане и пока ментальный план это не очистится не уберется это вот как сущность даже появляется все эти испуги это вот как он сглаза это вот как сущность прилепляется и она вот на ментальной на эфирном теле на на эфирном теле сидит как вот падаль какая-то понимаете и вот она высасывает энергии с ребенком или человеком что-то происходит а а вот и я написала именно вот человека который виноват и она очень долго не могла вот как бы понять это все потом она как бы написала что да вроде как вот есть у них такой в родне такой мужчина вот но он как бы когда ребенка привезли он типа был маленький и мой ребенок маленькие это тоже типа лежал то есть получается все понятно что мужчина был вот но там еще такая ситуация что возможности вот многие взрослые не обращают внимание зашли там с ребенком в комнату да мужчина лежит но живут грубый сам по себе тот мужчина который испугал он может рявкнуть как-то как-то вот сказать сказать и а ребенокある что там до годика вот там не резко испугался заплакал мой успокойся 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 а вот этот испуг он остается на ребенке и потом через какой-то период времени не сразу нас на back завтрашний день проявляется симптом у вот а через какой то период времени у ребенка начинается проявляться симптом кто-то там じе каются кто там еще какие-то там симптомы такие происходят понимаете то есть не идет именно картинка кто виноват а я описываю этого человек И именно вот он виноват был Да, мы потом с женщиной разобрались Все, она действительно побежала там Я как бы не снимаю испуги Есть люди, разные свои специфики Кто-то лечит, кто-то предсказывает Кто-то там с глаза снимает И она пошла и действительно нашла бабушку Как я и сказала, которая снимает с глаза Она пошла там с девочкой, сняли с глаз И девочке вроде как лучше стало Обратного ответа я не получила Но она написала, что вроде как лучше стало Дай Бог, конечно, им счастья, удачи И вот как бы у меня видятся именно вот такие картинки И вот человеку надо объяснить А объяснение бывает, приходит вот, скажем так Ну как вот, я ему объяснила, а человеку нет ассоциации Что к чему Потом другая вот ситуация была Он тоже пропал парень Как вот сын Пропал сын Ну такой возрастной уже, не ребенок И Спрашивает меня, что Как бы найдется он, не найдется Я ему Вот понимаете, я им пишу о том, что Я вижу, что он У него что-то проблемы с головой Вот И что он как обуза Человек мне отвечает обратно Что Да, да, да У нас вот он болеет Но это же не обуза Ну как вот, понимаете Вот как вот Больной человек Там на голову больной Да Там или какой-то, который лежачий Ну как же это не обуза Как вот это вот не обуза Понимаете Это Естественно, человеку Да, ты его любишь Но Это же тяжело ухаживать за такими людьми Понимаете И жить со странными людьми Очень страшно Это Вот Тяжело Я вам просто объясняю ситуацию Что вот такие вот ситуации были Вот Потом Другая там у меня женщина спрашивает Почему там у нее тоже с сыном проблемы Там Сын там наркоман Я ей говорю о том, что вот Понимаете, это пришло от деда Дед Хотя вот эта женщина Она сама мистически вот как бы занимается У нее там салон Вот И Говорю, пришло это от деда Который Как уничтожал Вот он Не то, что сам уничтожал Вот он присутствовал при уничтожении каких-то святынь А Понимаешь, как правило Там же даже в Библии написано Что наши дети Наши дети, внуки Они наказываются там до седьмого, по-моему, колена Вот такое Но очень сильно проявляется на внуков То, что именно прадеды сделали Вот оттуда проявляется суда Понимаете Вот у меня тоже в жизни такое было У меня как бы родной брат И я когда вот эти все картинки искала людей Которые, чтобы мне объяснили Тоже нашла все-таки Оксану Николаевну Вот И она мне стала говорить От чего это Мама у меня всегда винила сама себя Вот А она мне сказала, что это от прабабушки там произошло Понимаете И назвала по какой ветке По маминой, по папиной Почему у меня брат в девять лет погиб Очень рано погиб Родной брат мой погиб И когда я еще маму была шла Я ей задавала Сказала вот от чего что Чтобы Ну это, конечно, не успокоит маму Но все равно Как бы сказала, что Понимаешь, говорю Вот была такая-то бабушка Прабабушка Которая-то получается там Уже про нее все и забыли Что она такая была И все Она говорит Ну не знаю Говорит Вот такое А потом Чисто случайно Я получаю там От другой своей двоюродной сестры О том, что Ее мама, оказывается Моей двоюродной сестры Это как бы Не то, что там У нас папы родные Вот А, значит, жена вот этого Родного брата Моего папы Оказывается, знала эту прабабушку И вот она рассказала Что так, как бы Какая она из себя была И почему это произошло То есть, понимаете Вот у меня у самой даже вот такое Но просто люди не хотят Вот лазить Вот в своих прадедах И вот я этой вот женщине тоже говорю Понимаете Ваш сын Это вот как вот Приход от прадеда От прадеда Ну и что? Ну так а зачем Вы меня тогда спрашиваете? Вот мои были все святые Я говорю Все прям умлящиеся были И все такое У меня тоже три священника есть По одной линии Ну и что? Ну нашлась вот такая прабабушка Которая там вот Как бы Владела магическими способностями Владела И вот что-то Видно не туда их применила Понимаете? Оказывается Такая была Да вот для того Чтобы знать Что происходит с вашими детьми Вот Надо заглянуть туда И знать свои корения Потому что Если вы меня спрашиваете Вот Или какого-то Ясновидящего спрашиваете Вы должны хотя бы знать Там второе Третье поколение До вас До вас Которое А не то что вот Сейчас и моя мама Да и хотя бы Про бабушкину жизнь Узнаете Чтобы Знать На каком вы свете Вообще Находитесь Понимаете? Ну вот как бы Вот из-за этого Вот Я стараюсь Я не веду приемы Вот Ну так Помогаю так людям Но мне вот Честно говоря Вот Как-то вот Не очень так вот Приятно Вот так скажем так Была мне такая вот Еще ситуация Ну тоже клиентка Скажем так Обратилась тоже Через знакомую Там через мою хорошую подругу К ней она обратилась Просто такие ситуации Вот Человек Завел мужчину Уже там ей за 45 По-моему Она одного Второго Третьего И все в разных странах И вот она По интернету им пишет И выбирает А с кем же лучше ей быть Ну во-первых Я считаю Что надо как-то Не выбирать С кем ей лучше быть А вот с тем Куда тебя тянет И с каким мужчиной Тебе хорошо быть Вот Понимаете А не там Где вот большой кошелек Или еще что-то И начинаешь ей объяснять Что там вот то-то И тебе вам будет плохо Там вот деньги А вот он больной Он вас просто использует Вот Попользуется немножко И потом выкинет Вот нет Вот она Одного нашла Говорит А тот женатый вообще Просто с вами переписывается Нет вот Которая жената Она хочет вот туда И вот Вот достала меня Уже извините Так Что Вот она хочет Чтобы ее содержать Ну а кто этого не хочет Но Если по карме Не предусмотрено Не предусмотрено Если предусмотрено Вас содержать По Мужчина должен быть Во-первых У нее два сына Если идет Содержание мужчины То ваши два сына Должны же тоже вам помогать И не тоже как мужчина То есть от вас Вам должна приходить прибыль И от бывшего мужа Что-то Я помню Не помню Муж у нее по-моему Она разошла Что-ли Ну мужа не было Двое сыновей Уже взрослых Таких Все Поехали в Польшу Один зарабатывать Другой еще Куда-то на заработки уехал Вот И вот у нее Путь вышел Уехать в Голландию Понимаете Вот там мужчина Предоставляет ей Возможность регистрации Возможность работы По ее специализации Кем вот она работает То есть идет вот карта Что там вот материально Она может сама себя обеспечить Здесь она не может Себя себя обеспечить Но там вот она будет Себя обеспечить Но не мужчина Вот Нет Вот Дай ей вот Расскажи Чтобы какой мужчина Ее обеспечил Ну По карте не стоит Вот понимаете Вот есть такие вот люди Но если по судьбе Не написано Так что вот сделаешь Сейчас время такое Сейчас и мужчины И женщины работают И все хотят жить хорошо Понимаете И все хотят ездить На дорогих машинах Ну если нет такого Ну надо как-то мириться Значит По судьбе нет Значит ты пришла С такой кармой наработанной Вот И поэтому я решила Как бы вот Выйти в эфир И рассказать вам все Чтобы лишний раз Может как-то не задавали Вопросы Почему там я не Не принимаю Не веду прием Может быть я когда-то Созрею к этому Но просто от таких приемов Вы уж поймите Это трата энергии Человек устает Все-таки Право выбора идет Человек Я не могу решать Ни за кого Все-таки Я вам сказала ситуацию А выбирать И поступать Вы будете сами Куда вам лучше Вляпаться В какую дорогу Понимаете Вот Я же не могу вам Изменить вашу жизнь Вашу карму У каждого своя А у меня свое У меня тоже Не зашибись Как бы жизнь была Тоже были свои нюансы Вот Еще мне спрашивают Когда же мы Типа будем На этой земле Жить хорошо Когда перестанут Вот эти вот воры Обворовывать государство Там Наш мэр города Киева Обворовывать Вообще правительство Обворовывать народ Мы не хотим Вот это вот Мучиться Вы должны понять О том Что мы пришли сюда Для развития И у каждого Свои испытания В этой жизни Если не будет Этих воров Как мы будем Проходить испытания Что-то вы знаете Я не замечала Что в этом Нашем мире Прям массово Занимались медитацией И массово Молились Прям вот на улицах Понимаете Если бы мы пришли сюда Для духовного развития И не страдали Прям вот А духовного Только хорошо Развивались Не было конечно Хоть бы страдали Все были в медитации Все бы в молитвах Были бы Понимаете Старались бы делать Хорошие поступки Все бы до одного А так как у нас Говорится в мире Кавардак на этой земле Вы посмотрите вокруг Значит Для чего-то Для другого Мы созданы Здесь прийти И укажут здесь Свои испытания И это воровство Оно не прекратится Оно как и было И будет Потому что У этих воров Тоже свое испытание Только у них есть грань До какого степени Они могут Обворовывать народ У них есть грань Если они переходят Эту грань У них тоже свое идет наказание Те которые заходят В правительство В верхушку У них тоже Свое наказание У них там Понимаете Испытание власти Деньгами Это очень сильное испытание И очень сложное Не каждый может это пройти И поэтому Не надо как бы Да Можно высказывать Свои чувства Но надо смириться С тем Что вот это Вот уже есть И от того Что здесь будет Как бы это Сам Кулаками На Майдан Выходить Это ничего не поможет Не поможет Потому что Вы же поймите Чтобы изменить ситуацию Нужно действительно Просить высших сил Высших сил И тогда высшие силы С желанием человека Сделают здесь ситуацию Лучше Дадут того правительства Которое заслуживает народ Понимаете А не взрывать мосты Выезжать Делать войны Войны Это очищение Потому что уже народ Зациклился на материальном И поэтому Происходят все эти войны Войны происходят От нас же От нас же Понимаете Из-за того Что мы себя плохо ведем Вот дай бог Как бы Сейчас Я говорила о новом проекте Новое как бы Введение в школах Новая программа обучения В России кстати Это уже есть Такой предмет По-моему Я не помню точно Как называется Но что-то по Православная этика По-моему Как-то так Там с малолетства С первого класса Начинают обучать людей О том Как себя надо вести И что за плохие поступки Ты все равно будешь отвечать Вот то же самое Хотят вести Вот Насколько я слышала И на Украине уже Это обговаривается Ситуация Ситуация обговаривается И дай бог Чтобы это велось Потому что Вместе с маленькими Детишками Которые сейчас Идут в первокласс Чтобы с ними Обучались По этим вот учебникам И их взрослые родители Потому что Родители взрослые До конца тоже не понимают Что все что они творят Тоже наказуемы Понимаете И многие этого тоже не понимают Потому что За Большой период времени Был Который у нас Выдрала Скажем Советская власть Была хорошая Но То что Убрали Ну как обучение Потому что раньше были При церквях Вот эти обучения И вот Обучали Этикету поведения Обучали То есть Вот это Знание Скажем так Не только православие А вообще христианские знания Они обучались Люди Люди знали И даже Даже в селах У меня моя бабушка Закончила Школу При церкви При церкви То есть там обучали Действительно Давали понятие Что можно делать А что нельзя Естественно Плохие поступки были Вот Но Как бы не в такой степени А сейчас люди Вообще уже Непонятно Что вытворяют Потому что Забыли все Правила поведения И этику Поведения Ну это как бы Небольшое отступление Больше я как бы По поводу того Что вот Как я вижу картинки Ну вот скажем так Эти картинки Ко мне приходят То же самое Как и бывает Вот людям во сне Надо вот Понимать Вот эти еще картинки Вот во сне Оно же не приходит Вот событийность Вот такая Вот То что произошло Во сне Вот сто процентов Прямо идентично У тебя в жизни Произойдет Вам показывает Образами Эти образы Надо уметь Сосчитывать Вот И я вам скажу так Что вот я Когда ходила Искала Чтобы мне объяснили Вот я как бы Ну скажем так Обучалась Я хотела Знать Еще знания От людей Которые этим Обладают И чтобы они Мне Ну направили Помогли Что Пообщаться Что это такое Ну как бы Я понимала Что это такое Скажем так Дали во мне Уверенность Что ли Ну вот Хотелось Общаться Такими людьми И понимать Разъяснять Вот эти вот Картинки Ну и я Как бы Находила Таких людей Я вам скажу Что Вы знаете Скажем так Не верьте Скорее всего Тем людям Которые Которые Вот вам Говорят Что Они Настолько Ясновидящие Что Вот у них Как я связалась С одним мужчиной Типа Ясновидящий Что Перед Над головой Открывается Картинка И эта картинка Начинает Вот прям Видит Видно Шаг за шагом Что делает Этот человек Вот он Это все Это видит Шаг за шагом Но такого Не бывает Понимаете Только Образное Образное Вот сколько Я литературу Перелопатила И святых И к храму Ходила И там С монахами Разговаривала Образ Выдают Образ И поэтому Вот Многие Вот предсказания Которые там От наших Святых Идут По поводу Вот этих Чипов Трех Шестерок Потому что К святым Приходит Вот образ И просто Им как бы Тяжело Сосчитать Если вам Им дали Образ Длительный Период Времени А мир Развивается А в те Времена Например Те же Компьютеров Не было Телевизоров Они не понимают Что это такое Не могут До конца Это объяснять И когда Люди Смотрят Те предсказания На сегодняшний Момент То он начинает Как-то пугаться Как я выпускала Видео По поводу Паспортов Там вот этих Чипов Мир просто идет дальше И бояться Этого не надо Вот Это вот Как бы я Разговор Разговор со зрителями Это видео Посвящается Почему я не принимаю Людей Очень сложно Принимать людей Из-за того Что вот Хочется им Помочь Донести А эта вот Картинка Скажем так Ее надо Сосчитать И вот недавно Еще как-то Я увидела Такого Экстрасенса Может Вы знаете Тодор Тодоров Венгер что ли Да Он общался С Вангой И вот он тоже Рассказывал По поводу Вот Картинок Которые К нему приходят Вот самая интересная Картинка пришла Вот меня как бы Заинтересовало К нему обратились люди Что пропал человек Пропал человек И вот он видит Что человек Вроде как Органы его дышат Вот органы дышат Вот он видит Они вот Дышат Ну картинка пришла Органы дышат А тела нет Вот тела нет Как будто вот так Хлоп И испарилось Вот нет тела Хлоп И испарилось В какой-то момент Вот мгновенно Вот Тело нигде он не видит А вот Органы дышат И он никак не мог понять Они с ним сидели Два или три часа Он говорит Мы и так смотрели И так вот И говорю Говорит им Ну это просто его работа Он этим конкретно занимается Больше ничем А я Я же работаю На другой работе еще И никак не мог понять Ни родственники До них не доходило Как Что Что это может быть А потом Когда родственники ушли Он как-то успокоился Я же поэтому говорю Что надо в спокойном состоянии Вот почему я видео еще делаю Сначала разложу Напишу А потом я уже делаю Как бы вам Предсказания Потому что Я не могу Вот гнать Вот гнать Все это делается В спокойном состоянии Тогда вот Действительно Приходят ответы Только нужно конечно Правильно их задавать И направлены Поставленные ответы Ну в принципе Правильно приходят И вот этот Тодор Тодоров Сказал Потом Говорит Они ушли Я успокоилась Через часа три Мне приходит ответ По-моему Что-то он сказал Что даже смотрел Телевизор Что-ли И вот Пришел ответ Неожиданно Неожиданно Это ему 62 года Он говорит Я с такой картинкой Еще не сталкивался Хотя он еще Вангу знал Представляете Какую способность Давно тоже у него Вот И Получается Что Оказалось Вот оказалось Что Он позвонил Родственникам И Спросил А у него был Записан договор По поводу Транспланта Транспланта Как Транспланта Короче Органы Для пересадки Вот когда человек умирает В Америке Это распространено Договор О том что Трансплантация органа То есть человек умер И пока он еще Не до конца Скажем так Органы еще Живые внутри И Эти органы Они Они приживут Когда он Живой Этот человек Он подписывает Что если он умирает Через какой-то там Период времени Сколько-то Я не знаю По-медицински То можно изъять органы И эти органы Как бы Сделать трансплантацию Другому человеку Вот И он Подписал этот договор За это платят Большие деньги Он этот договор Подписал И когда он умер А умер он получается Родственники его узнали Ну позже И он умер Органы сразу Были изъяты Которые там Он подписал И тело Было сожжено А ему еще Тодор Тодоров Сказал Что я говорю Вижу Что тело Находится В какой-то вазе Вот как-то Оно испарилось И находится В какой-то вазе То есть органы Живут Тело испарилось И в вазе Вот эти картинки Ему пришли Вот И он позвонил Этим Родственники Родственники говорят Да Он действительно Подписывал Этот контракт Подписал Этот контракт И они сразу Быстренько Подняли Этот контракт Обратились В ту поликлинику Там сказали Что действительно Этот человек был Просто Там не было адреса Чтобы кто-то Родственников Там из наследства По-моему Что там было Чтобы родственники Там его искали Подняли Вот этот договор Подняли Да Действительно И куда они показали Какое тело Куда делали Его сожгли Это тело То есть Ну как он И пепел В урну И эта урна Стоит И ждет Как бы Кто придет Там из родственников Чтобы вручить Эту урну То есть Трансплантация органов Она должна Происходить быстро А потом тело Надо вот Он так подписал В договоре Вот договоре И эта урна Стояла Ждала этих родственников Понимаете Он говорит За столько лет Вот эту картинку Он не мог разгадать И вот Столько времени Столько энергии Он затратил Для того Чтобы разгадать Эту картинку Понимаете Вот Поэтому Вот так Они приходят К картинке И Кому-то может быть Интересно Может кто-то Тоже ищет То что с ним Происходит И как это Все дело Расшифровать Вот я вам как бы Дала Небольшие Такие вот Наметки Как эта Картинка Может происходить И как может Интерпретировать То-то или иная Ситуация Вот Потом Что же у меня Еще было Ну вот Еще Понимаете Это самое Бывает Что там Предсказания Такие Что Неправильно Еще девочка А да Девочка Мне пишет О том Что Не можешь Себя найти Типа По какой Специальности Ей заниматься Я вижу Что у нее Вот никаких Дипломов Нет Вот такое Что Вот она Где-то там Вот понимаете Картинка Что она Стоит Вот как Официантка И вот Поднос Какой-то У нее Там На руке Я ей Написала Вот эту Картинку Которую Вот Я вот Вижу Я говорю Я не вижу Что у вас Был Какой-то Диплом Какая-то Специальность Была Я вижу Что вы Стоите С подносом Где-то И никак Не могу Понять Белый Фарточек Поднос Как Официантка Что-то Такое И у меня Шла Это самое Что Ее работа Реализация Идет В простой Какой-то Работе Что-то В ресторане Официантка Администратор Зала Возможно Максимальный Ее рост Больше Высоко Она не поднимется Во-первых Далеко Человек Не заглядывает 3-5 лет Максимум Может быть Девочка Слава Богу Конечно Не ответила Сказала Что у нее Действительно Никаких Дипломов Нет У нее Только Есть Курсы Повара Там Что-то Такое Поварские Какие-то Курсы И она Работала В каком-то Ресторане Потом Ей это Дело Надоело Она Господи Ушла Тоже Какой-то Типа Кассир На маникюр Она Выучилась На маникюршице Как я поняла Там тоже Что-то Ей не очень Понравилось Она там Уже Искала Какую-то Работу Ехать За границу Вот Ну я Как бы Сказала Куда Можно Проехать Чтобы Она Рассмотрела Ответ Конечно Я не Получила Ну Вот В итоге Как бы Вот такая Картинка Хорошо Что она Ответила Очень Многие Не отвечают Называешь Ступор Вот Полностью Ступор Не понимают Вот Называешь Картинку Объясняешь Думаешь И как И так И сяк И никак Понимаете Вот Причина В том Что я Как-то Людей Не принимаю А на это Понимаете Уходит Очень много Времени Вот Как бы Все мое Видео Я хотела Посвятить Вот этому Разговору Может кому-то И Полезен Этот разговор Вот Саша Ну Все Что я хотела Сказать Но если Кого-то Очень сильно Интересует Пишите В комментариях По возможности Я буду Конечно Отвечать Спасибо Большому За тех Моих Заслушателей Которые Слушаете Меня Которые Заходят На мой Канал Я благодарна Всем удачи Всем здравия Благополучия Всем пока